Внимание! В этом выпуске я сделал озвучку наших исторических личностей, чтобы вам было понятнее. Но на самом деле они разговаривали намного и намного грамотнее. Все мы знаем о движении Алаш, но мало кто знает, чем они конкретно занимались и в чем состоит их величие. Сейчас я постараюсь рассказать вам про это коротко и ясно. Партия Алаш была создана в 1917 году. Но чтобы понять как и почему, давайте перенесемся еще на полвека назад. Вторая половина 19 века Российская империя. Царь, великий царь, у меня для вас две новости. Одна хорошая, другая плохая. С какой начать? Давай с плохой. Помните, вы отменили крепостное право и дали крестьянам свободу? Да. Так вот, теперь им негде жить, нечего пить и они злые. А хорошая какая? Казахские земли полностью вошли в состав Российской империи. Идея. Мы можем отправить некоторых крестьян на казахские земли, дать им землю, немножко денег и освободить от налогов. Как тебе? Я гениален. А как же казахи? Да, ты прав. Я гениален. Со второй половины 19 века казахские земли полностью вошли в состав Российской империи. Вот так выглядела карта Казахстана в начале 20 века. Существовали Туркестанский край с центром в Ташкенте, степное генерал-губернаторство с центром в Омске, губернаторов которых назначала Российская империя. А на западе были внутренняя орда, которая подчинялась Астраханской губернии и Мангстау, который подчинялся Закаспийской области. Да, кто родился в те времена, были гражданами Российской империи. Это и Абай Хунамбаев, и Алихан Букиханов, и даже скорее всего твой пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-дедушка. Прибывшим крестьянам давали много земель, освобождали от налогов и у них был статус намного выше, чем у коренных жителей, казахов. Мест для качевки становилось все меньше, а земли хуже. Права казахов также становилось все меньше и меньше. И в такое время рождаются будущие деятели Алаш. Так, казахские земли уже под нашим влиянием. Царь, вы еще раз доказали свое величие. Браво! Что будете дальше делать с казахами? Теперь надо дать образование некоторым казахам. Царь, вы великий, брав... Подождите, зачем? Чтобы они представляли наши интересы. Знания даем мы, значит и интересы будут продвигать наши. Царь, вы великие, вы снова гениальны. Как вы поняли, некоторым казахам удалось получить образование. Но вместо того, что представлять интересы царей, они представляли интересы своего народа. Ой, кажется чуть прогадал. Да ладно, они точно не смогут создать свою партию, объявить автономию, чтобы мы с ними считались. И точно не смогут поднять дух своего народа. Но они как раз таки смогли это сделать. Как? Смотри ролик. В 1905 году в Российской империи случается революция. Дело было так. В 1905 году священник вместе с несколькими рабочими вышли на мирный митинг. Так как рабочие жили очень и очень бедно. Но мирный митинг был подавлен очень жестоко. И из-за этого случилась уже большая революция. Лукашенко знакома, да? В итоге создается Госдума Российской империи. Ну типа шаг к народу. В эту Госдуму были приглашены и казахи в 1906 году. Но уже в 1907 году казахов опять убирают с власти. Спустя всего лишь год. Но наша интеллигенция продолжала защищать интересы своего народа. За что их и судили. Во власти также должны быть казахи. Посадить! Уян казах. Проснись казах. Тянись к знаниям. Посадить! Надо остановить переселение крестьян на казахские земли. Так как положение казахов плачевно. Что сказал? Посадить! Как вы поняли, так родилась казахская интеллигенция. Это не просто патриоты. Это патриоты с образованием. Алихан Букиханов. Не просто политик, а также этнограф, преподаватель, журналист. Закончил экономический факультет Санкт-Петербургского лесотехнического института. Ахмед Батерсонов. Педагог, ученый-лингвист, поэт, переводчик и не только. Халель Дос-Мухаммедов, высококвалифицированный врач. Халель Габасов, физико-математик. Жан-Ша Дос-Мухаммедов, юрист, работал даже заместителем прокурора. Алихан Ирмеков, первый казахский профессор математики. Мухаммед Жан-Танашпаев, первый казахский инженер-путеец. Историк. Если продолжать список, то ролик будет длиться 2-3 часа. Поэтому я продолжу говорить суть. Многих наших интеллигентов садили в тюрьмы, а затем отправляли подальше от дома. Так, например, Букиханова сослали в Самару, потом в Оренбург. Батерсонова и Маржах Абдулатова в Оренбург, где им разрешили заниматься только научной деятельностью. Но несмотря на это, они продолжали свою политическую деятельность даже там. В 1913 году создается газета «Казах» и в будущем станет фундаментом создания партии. Через эту газету они публиковали свои призывы к казахам. У них было 8 тысяч подписчиков. Это, наверное, как в наше время имеет аккаунт с миллион подписчиков. Причем умные и образованные подписчики. Как и подписчики Тарих Марих. Ну, намек поняли, да? Надо подписаться на канал, дигентам. Казахи находились полностью под Российской империей. Ну, что тогда творилось в Российской империи? Давайте посмотрим. Тогда авторитет царя падал с каждым днем все больше и больше. Людям было нечего есть и негде спать. Империя проигрывала в Первой мировой войне. Проигрывала битву с Японией. Люди страдали, голодали. А царь? А царь ходил на вечеринки. Смотри, как я умею танцевать. О, да, вы великий. В итоге в России случается революция и царя смещают с власти. В России создается Временное правительство, где были депутаты Госдумы. В будущем белые. И Союз Петроградских рабочих. В будущем красные. Это и так, грубо говоря. На самом деле там было много тонкостей. Но для сегодняшнего рассказа этого хватит. Это было в феврале 1917 года. Казахская интеллигенция с радостью встречает революцию. Наступает время заявить казахам о себе на весь мир. Надо создать партию и обозначить свое единство и государственность. Когда в России все успокоится, у нас должно быть все готово, чтобы с нами считались. А как партию назовем? Алаш. В июле 1917 года в Оренбурге собирается вся интеллигенция казахов. Первый всеказахский съезд. На этом съезде решается создать партию Алаш. Пять фактов о программе партии Алаш. Первое. Казахи должны иметь свое среднее и высшее учебное заведение. Обучение должно быть бесплатным. Второе. Все ранее отобранные переселенцами земли должны быть возвращены казахам. Третье. Суды ведутся на том языке, на каком разговаривает основная масса жителей. Четвертое. Свобода религии. Религия должна быть отделена от государства. Пятое. Партия требовала, чтобы Россия была демократической федеративной республикой. То есть союз государств, где каждое государство управляется само собой на равных правах. Государство казах также должно входить в Российскую Федерацию на равных правах. Да, по программе партии Алаш государство казахов должно было входить в Российскую Федерацию. Это делалось из-за того, что по экономическому уровню и по уровню грамотности населения казахи не были готовы к полной независимости. А когда казахи были бы готовы к этому, то уже тогда взяли бы полную независимость. Об этом в своих статьях в газете «Казах» говорил Алихан Букиханов. То есть деятели партии Алаш были очень дальновидными. По идеальному плану Алашурдинцев все должно было быть так. Мы наконец избавились от монархии. Теперь у нас будет демократия. Ура! Мы дадим равноправие и самоуправление всем народам и вместе будем дружно развиваться. Ура! Казалось бы, все должно было бы пройти так, но на самом деле произошло так. Подождите, а может быть социализм? Нет, демократия. Социализм. Демократия. Социализм. Вот так началась гражданская война между белыми и красными, которая охватывала и казахские земли. Так, что будем делать? Наступило время объявить о своем автономном государстве. Пусть все знают, что мы есть. Все богатство наших земель должно быть нашим и больше не чьим. Границы должны быть четкими, образование должно быть на казахском языке. Мы должны иметь свою армию. Нужно немедленно объявить об этом. Для этого собирается второй всеказахский съезд, где объявляется алашская автономия. Но в это время идет гражданская война. Именно поэтому алашская автономия вела переговоры как с красными, так и с белыми. Сейчас расскажу про плюсы и минусы каждого. Белые. Они буржуаз-демократы. В принципе, хотят развить страну по такой же модели, как и алашская автономия. Однако было одно большое но. Белые не признавали алашскую автономию. Во многих внутренних вопросах они не могли прийти к соглашению. Красные. Социалисты-коммунисты. В отличие от белых, признавали автономность. Но путь развития был не совсем благоприятным для казахов, по мнению алашурдинцев. Красные как раз таки хотели раздать земли, что плохо повлияло бы на казахов. Алашурдинцы вели переговоры как с белыми, так и с красными. Но склонялись больше к белым и пытались их уговорить в спорных вопросах. Но в итоге в гражданской войне побеждает красный. Алашурда вынужденно принимает советскую власть, чтобы сохранить государственность. В свою очередь советская власть амнистирует, так сказать, прощает всех алашурдинцев. Почему? А вот почему. Нам нужны умные люди во власти, которые имеют огромный авторитет среди своего народа. Предлагаю всех алашурдинцев амнистрировать. А может расстрелять? Нет. Иначе мы не сможем построить социализм. Нам нужны умные люди. А потом расстреляем. А что сделали алашурдинцы после признания советской власти? Они добились того, чтобы наши земли оставались нашими землями. То есть сохранили казахские земли. Так, например, Ахмед Батарсонов смог оставить Костанай. А Алимхан Ермеков смог оставить Акмолинскую, Семипалатинскую и Гурильскую, то есть Атаравскую области. Кстати, видели где-нибудь улицы, названные в честь Алимхана Ермекова? Деятели алашурды просвещали казахов, писали свои труды, перевели множество книг на казахский язык, пробуждали сознание казахов. Алашурдинцы помогали голодающим. Так, например, в 1921-1923 годах Джасупе Каймолутов и Мржах Абдуллатов смогли выбить у государства 15 тысяч голов скота и раздать голодающим. Но потом за это их осудили. И делали они еще много чего для народа до конца своих дней. В 1930-е годы многие деятели алашурды были репрессированы. Друзья, про те времена говорить можно много чего и, пожалуй, будет еще много выпусков про начало 20 века. Поэтому, если вам понравился этот выпуск, можете подписаться на канал и написать в комментариях тему выпусков, которые хотели бы видеть на канале. И еще, давайте уже выведем это видео в тренды. Чтобы видео вышло в тренды, надо сделать несколько шагов. Первое. Посмотреть видео от начала до конца. Тогда Ютуб подумает. Ммм, это видео смотрит до конца. Наверное, интересное. Дай-ка я это видео предложу остальным. Второе. Поставить лайк и оставить комментарий. Третье. Поделиться с друзьями, коллегами, родственниками. Четвертое. Подписаться, если вы не были подписаны. А еще можете поддержать канал донатами. Реквизитива писание выпуска. Всем спасибо. С вами был Тарих Марик. Адалдық персин асына, амандық персин басына. Пока-пока дей бермей. Бердым батан соңында. Ау-мей.